Добрый день. Обоскажите, пожалуйста, сейчас в ютубе увидел ваше видео, очень интересное, информативное. Можно ли вам отправить наш проект, просмотр на какой-то анализ, конечно, большой? Какой проект? Вдохновлялся, так скажем, биопозитивными технологиями. Есть такой Евгений Широков, может быть, слышали? Евгений Лаврович. Ну кто же его не слышал, Евгения Широкова? Угу. Итак, дорогие друзья, запрос из Новосибирска, уже построена коробка, вот, и проблемы с планировками. Все праздники, мне заказчик звонил, просил, говорит, что-то меня тут напрягает в этой планировке. Давайте посмотрим. Ну, классические пяти стенок, вот видите, но этой стены нету, пятой, есть каркас, раз, два, три колонны. То есть, это вот место, где должна была быть лестница, вот, в домах по такой схеме, здесь должна быть лестница по центру. Вот здесь вот сделан санузел, это сделана мастер-спальня, лестница вынесена вот сюда. Ну, в общем, то, что я и говорил, вот, видите, узкие ступени, и тут пошел веер. Все, ребята, стоп, это надо, эту лестницу надо убирать. Этот проем домоналитить, а вот, вторая колонна все-таки есть, квадратная все правильно. И вот это вот, ну, просто, вот, понимаете, это очень опасно, свалиться отсюда это на раз. Вот, смотрю по масштабу ступеньки, ну, сейчас смотрим сразу второй этаж. Над этим маршем находится санузел. Санузел. Каким волшебным образом здесь это сделано, я не понимаю. Ну, потому же эти ступеньки в масштабе это по 200, просто по 200. Я не жесток, ну, руки надо таким архитекторам отрывать, просто надо. Ну, ребята, ну, и потом дальше все это по классике. Это вот, ну, гостевой санузел по центру, квартира вокруг, сортира, вот она. Кухня где-то метров пять здесь, ну, до хрена здесь вот это. Вот, видимо, обеденный стол, идем дальше. Я не, это, вот, это кухня, здесь холодильник, вот, колонна, видимо, для печки СВЧ. Ну, вот это вот все для кухонного оборудования. Ну, вот, я груб, я жесток, но это вот догадаться до этого трудно. Так, итак, Шекспир, Ричард. Я груб, величия не хватает мне, чтобы важничать перед нимфой распутной. Меня природа лживая согнула и обделила красотой и ростом. Уродлив, исковеркан и досрока, я послал в мир живой и недоделан. Я груб. Груб? Груб. Груб? Да, я груб. Величия не хватает мне. Груб. Исковерка, недосрока, я послал в мир живой и недоделан. Я недоделан. Что надо делать, скажи. Я недоделан. Ну, сделали. Видимо, работал дизайнер. Судя по тому, что очень тщательно вычерчены все эти мебель, мебель в размерах вся, это делал дизайнер. То есть, ну, вот, есть выдающиеся архитекторы, вот, есть выдающиеся дизайнеры. Вот это их работа. То есть, вот это вот у нас получается вот такая громаднейшая кухня-столовая. Это вот зона телевизора. Диван тоже весь в размерах. Телевизор. Ну, в принципе, более-менее все нормально. Вот телевизор. Сейчас это в масштабе я сделал. До телевизора 5 метров. Вот. 5 метров. И вот такой вот телевизор. Это надо, ну, это как? Это вот, ну, вот, как вот. 5 метров до экрана. Ну, короче, вот тут вот под этим санузом лестница. И как вот тут они поднимаются, не бьются головой, а низ унитаза, я не знаю. Ну, в общем, ку-ку полное. Добрый день. Обоскажите, пожалуйста, сейчас в YouTube увидим ваше видео. Очень интересное, информативное. Можно ли вам отправить наш проект? Просмотрен на какой-то анализ. Кажется, большой. Какой проект? Я хотел построить, хочу построить круглый дом, площадь 200 метров. И пьер-квадрат на 2, это круглый дом, это что это? Ну, сначала будет круглый, круглый диаметр 14 метров, полтора этажа, то есть первый этаж полноценный, на втором этаже одна комната будет. На втором этаже одна комната. Как подниматься на второй этаж? В центральном секторе будет как бы гостиная совмещенная кухня, то есть в центре, там будет лестница. Лестница будет проходить под пички. То есть пичка будет такая. Круглая лестница, я надеюсь? Да, да, полукруглая. Ну, круто. Давайте присылайте, посмотрим. Можете сейчас прислать? Да, могу сейчас прислать. Как лучше прислать? На WhatsApp. На WhatsApp. Хорошо, Олег, спасибо. Спасибо вам. Видите, обязательно посадка дома на участке круглого? Участок прямоугольный? Да, участок прямоугольный. Ну, частично там я сделал, какие-то постойки я отметил. Хорошо, а что еще круглое будет на участке? Давайте бассейн сделаем, круглый фонтан. А чем вы вдохновлялись, когда делали круглый дом? Я вдохновлялся, так скажем, биопозитивными технологиями. Есть такой Евгений Широков, может быть, слышали? Евгений Иванович. Ну, кто же его не слышал, Евгений Широков? Он строит дома в биопозитивных технологиях, то есть без практически использования искусственных материалов. То есть я хочу сделать дом, и при зарядке у меня будет глиняно-соломенные стены. Второй этаж. Это вот здесь пристроена входная группа, неплохая. Неплохая. Поднимаемся на второй этаж по этой, ну, разбив голову в дребезги от душевой поддон. Поднимаемся по этой лестнице со ступеньками 200. Ну, если смогли, то добрались, да. Так, это детская номер один. Детская номер два. Здесь вопросов нет. Вот это зюобразный шкафчик. Так, это кабинет, где они, видимо, делают уроки. То есть они здесь, 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 здесь. Ёпки. Так, детская номер три. Это 12 метров. Это 21. То есть это 19. 21. Все они разных размеров. Не знаю, как они это будут делить. Это будут проблемы. Любимая дочь, любимый сын. Вот как это все остальное. Ну, и тут вот два санузла рядом тоже. Вот это казус-казус, чтобы не было очереди. Смешно. И гардеробная. Это классический педестинок. Как он сделан неправильно? Вот это я не знаю, что это такое. Видимо, вот тут вот стол. Видимо, дежурный по стране, который сидит как в гостинице и смотрит, вернулись дети или нет. Вот тут вот такая. И выдает им ключи от комнаты. Давайте попытаемся помочь. Это наша работа. Помогать. Классический педестинок. И как он решается. Но это уже не архитектурный чертеж, а дизайнерский. Поэтому стены разной толщины. Но размеры здесь, по крайней мере, все верные. Внутренние. Поэтому я беру внутрянку. Ну, и там наружные стены. Так. Колонна. Колонна. Так. Здесь у нас должна быть по центру лестница. Говорил в последнем фильме, лестница всегда должна быть по центру нагрузки. Вот мы рисуем тут лестницу. Вот так. Размер хороший. 1100 в чистоте. Вот между этими колоннами. Вот. И тут, в принципе, проблем не будет. По крайней мере по метру. Ширина марша по метру. Получится сразу на раз. Здесь мы поднимаемся наверх. Тут уже делаем ступеньки. Ну, это уже надо будет очертить разрез. Тщательнее архитектуру делать. Вот. Поднимаемся наверх. Вот так. И тут уже вот в этом месте у нас уже будет в полный рост используемое пространство. Вот так вот. Я его сразу выделю вот так. В этом месте у нас была спальня хозяйская. Это мастер спальня. На этом месте мы ее оставим. Конечно, хотелось бы ее на второй этаж, но оставляем здесь. Что мы делаем? То есть, в этом месте был санузел мастер спальня. Сейчас теперь у нас тут лестница. Вот поэтому мы делаем вот так. Делаем санузел за спиной. Здесь у нас кровать. Так. И дверь в санузел. Так. Здесь придется перебить окна. Извините. Это вынужденная. Решение для того, чтобы грамотно сделать план. Здесь ванная. Здесь Майдадыр. Походу. На зеркало идем. Там можно их два поставить. Умывальником, чтобы у каждого свой шкафчик. Вот. Здесь вот. Здесь унитаз, извините. Вот так. Вот. Тумбочка. Вход. И здесь вот место хранения под лестницей. Это раз. Вот у нас колонны, которые есть. Так. Здесь у нас пропал этот шкаф. Шкаф теперь мы делаем здесь. Вот так. Так. И вот так. 600. По площади. По фронту. Фронт шкафа. Здесь. Так. Здесь было вот так вот. Между. 2 500. Тут у нас фронт шкафа будет гораздо больше. Там раз. Ну вот. Напополам это. Хотя будем честны. Это займет половину. Две трети жены. А это будет муж. И вот тут вот мы ставим стенку. Здесь у нас вот каркас. И висит балка. Вот так. Вот. И в этой нише у нас мы ставим вот так стеночку. На которой будет висеть телевизор. Пока имеет. Вот у нас метр девяносто. И полтора метра. Вот тут телевизор. И вот тут за этой стеночкой у нас будет. Вот здесь окно можно оставить. Вот оно идеально сюда совпало. А вот тут надо будет все-таки перекомпоновать эти окна. Ну там это сделано из газобетона. То есть это опять же дело техники. Вот мы входим на свет. На окно. Даже можно пошире сделать. Там как говорит заказчик. Хороший вид из окна. Вот у нас. В принципе мы не ущемили площадь хозяина. Где-то даже улучшило. У нас все стало лучше. Здесь лестница на второй этаж пошла. Ну окно там будет понятное дело повыше. Ну покажу уже его здесь. Так. Здесь у нас окно. Отлично все осталось. Это осталось. Ну вы правы. Да. Круглый дом это наименьшее теплопотери. Да. Меньше теплопотери. Да. Плюс. Там единственная будет проблема вам мебель. Просто чтобы тоже она вот имела какой-то... Есть такое, да. Но мебель там будет все равно радиальной. Мельников на этом прокололся в своем доме круглом, понимаете? Согласен. У нас была проблема в том, что я хотел сделать там, получается, три спальни. Одна с мастер-спальней, то есть для нас супругой. Вот. Одна спальня, например, для гостей. Вот. Например, для мамы, если приедет отдыхать. И одна спальня там для гостей уже, фестивая, так скажем. Плюс две спальни, ну то есть одна общая спальня для детей. У нас трое детей. Вот. И там будет спальня на четыре кроватки. То есть они все одного пола, что ли, да? Да. Все у нас трое парни. Все парни, нифига себе. Ну смотри, все равно, все равно жена с дочкой захочет, так что... Хочет, хочет, да. Держись. Вот. Ну, архитектуру сделали все-таки правильно. Вот видите, здесь вот это окно по оси этого проема. Так, а тут у нас будет кухня. Даже вот так можно стеночку сделать, чтобы закрыть холодильник. То есть вот это то, что было здесь, у нас будет здесь. И здесь это раковина. Все как положено, все как любят. Плита. Хотите сделать эту барную стойку, пожалуйста. Можно так ее сделать. Остров будет удобно. Обойти можно и утром позавтракать, пока дети там. Детей покормить. И у нас есть возможность всегда вот это вот закрыть. То есть мы можем сделать вот тут вот перегородку, которая задвигается и закрывает здесь эту зону. Чтобы кухню закрыть от посторонних глаз. А можно оставить как было. То есть это, собственно, обычное стандартное решение. Так, здесь у нас все гораздо проще. Вот так. Вот, пожалуйста. Это у нас все сохраняется. Так, окна. Здесь фасад. Эти окна. Вот о симметрии. Окна симметричны. Этот фасад. В принципе, здесь проблем нет. Хотя, можно здесь сделать окна в пол. Вот тут вот. Вот эти. Сделать их пошире, побольше. Прямо вот в створе. По максимуму раскрыть вот это вот движение. Спускаемся и идем на свет. Вот здесь. Ну, еще. Здесь вот я. Можно оставить вот такой портал здесь. Можно это сделать вот так. Двери. Чтобы закрыть. И там вся беготня будет здесь. А можно портал оставить открытым. Или сделать вот одну дверь. Вот так. И входить вот сюда. Вот. И здесь тогда у нас телевизор. И диванная группа. Вот. А тут уже. Тут уже надо будет подвигать. Это все уже. Именно пусть займется этим дизайнер. Можно поставить обеденный стол вот так. Здесь. По центру вот так. По оси. Или поставить его здесь. Обеденный стол. По оси вот этого окна. А этот диван сдвинуть туда. Ну, короче. Здесь это все. Уже пусть рисует Марина Бутусова. У нее лучше получается. Так. А здесь у нас вот этот тамбур. В общем, здесь все понятно. Сделали. Между гостевым домом. Здесь гостевой домик у нас. Где шашлык. Лестница на второй этаж. Гостевая спальня. Так. Вот здесь диванная группа. Снова телевизор. Так. Здесь у нас что? Ну, да. Еще одна кухня. И гостевая спальня. Здесь, в принципе, проблем и вопросов нет. А тут уже на этой кухне делается шашлык. Там все это вот для больших компаний. Хотя вряд ли это большая компания. Большая компания лучше уместится здесь. Можешь попросить, что это... Зайти в комнату, закрыть дверь и пиздеть там. Понимаешь? Ну, как он это вот это... Так. Смотрите, какие получились изумительные пропорции. Вот у нас. Вот. Кухня. Так. Вот. Здесь тоже мы можем это все открыть и закрыть. Вот. Это гостиная великолепная. По пропорциям квадратная. Вот. Стол можно поставить вот так. Или здесь. Это поближе. Так. И вот здесь мы вошли. Ну, тут, конечно, перебор все очень... Too much. Так. Это вот от машин. Так. Левое открывание здесь. Ну, не знаю. Тут вот просто тоже надо этому уделить внимание. Так. Вход с улицы есть. А из дома тоже есть. Все нормально. Вот. Это вот у нас топочная. Вынесли из тела дома. Это великолепно. Так. И здесь у нас вот что получается. Ну, вот я взял раз на три части. Я поделил это пропорционально. Здесь входим. То есть, это является таким большим тамбуром. Всю грязь оставили здесь. Вот. Даже вот здесь. Вот она. Вот так. Вошли и разделись. А это уже вот, по сути дела, чистая зона. Туда-сюда. Входим. Так. Ну, пока там специально сюда я не лез. Тоже тут лесенька. Чудесенька. Тут с еще более смешными ступеньками. Тут вообще похоже 150. Ну, по ней можно скатываться, в принципе. Без проблем. Так. И вот это вот у нас. Мы вошли. Прихожая. И здесь. Ну, можем еще даже вообще напополам сделать, чтобы было здесь получше. Так. А можно вот просто напополам вот так поделили. Там была постирочная у нас. Постирочная и санузел. Вот санузел был по центру дома. А сейчас мы делаем спокойно санузел здесь. В принципе, санузел, видите, получается. Ну, тут тоже надо перебить окна. Да. Тут два варианта получаются. Санузел гостевой. Ну, и даже вот так можно сделать напополам. Там санузел гостевой вот так напополам. Так, так. А тут постирочная. Вот. А можно сделать вот этот вот гостевой санузел. И там стоит стиральная машина. Ну, вот просто вот. И тогда вот такой вот напополам поделили. В общем, тут рисуем сразу три варианта. Вот и все. Вот получился, в принципе, красивый план. Так, так. Так вот дофига места хранения. Никого не ущемили. Ну, единственное, ну, опять же, вот мы заносим продукты. Вот мы не через гостиную идем, а вот так вот. По этому холлу, мимо лестницы и сюда. Конечно, можно сделать еще вариант с этим, когда кухня будет здесь. Вот. Ну, вот так. Ну, вот здесь вот это вот из-за хозяйской спальни, которая здесь. Вот. Я все-таки сделал. И здесь хороший вид из окна у хозяина и у спальни. У хозяина и у кухни. То есть первый этаж. Все. Так, переходим на второй этаж. Просто мне интересно, как ты нарисовал эти спальни. Они секторами, видимо, идут у тебя. Да, у меня сектор. Сначала был у меня заосновлен один проект, да. Но он там был, так сказать, угловатый. То есть он заснул как это прямоугольные формы в круглый дом. Вот. Ну, потом я в итоге, мне как показалось, что вот разделение. На секторах это будет более органичное. Вот. Подожди, а соты ты не пробовал делать? Соты. Там все-таки проще вписать мебель, кровати. Понимаешь, как там щель у тебя будет за спинкой кровати. Фамилия твоя? Мельников, нет? Нет, моя фамилия. Вас двое. Ты и Мельников. Колонны Пятистенко. Вот они здесь. Хорошие, удобные, комфортные лестницы. Все получается здесь. Так, здесь у нас, ну, кстати, смотрите. Там у нас была, кстати, супер получается, отличная идея. Делим это напополам. Вот получается спальня раз, спальня два, спальня три. Алло. Да, Алло. Смотрите, сейчас я уже дорисовываю. Вот, получилось очень круто. Я сам офигел. Вот, сейчас вот я на втором этаже. У вас трое детей, да? Нет, двое, двое, двое пацанов. А, и одна гостевая спальня. Одна гостевая спальня, один кабинет, чтобы, например, можно было поставить игровую приставку, делик, чтобы собираться в одно нейтральное место. Комнату там у кого-то, да? Ну, придет, друзья, посидит, делик там, не знаю, приставка. Вот эту вот комнату, то есть вот эта комната будет кабинет, вот так. У нас все окна, вот это фасад здания, основные, где гостиная, это как раз солнечная сторона. Я дом направил в сторону солнца, чтобы много света было. Прекрасно. Вот, смотрите, я нарисовал вот две детские спальни у нас. То есть у нас спальни, две детские спальни, вот раз, два, одинаковые по площади, вот здесь два санузла, вот санузел раз, санузел два, вот это гостевая спальня, вот она, она вот над вашей, над вашей спальней. Да, над нашей, да, как раз. Вот гостевая спальня получилась. Здесь можно даже сделать как, вот, ну, здесь вот два санузла более чем. То есть у вас мальчик-мальчик, а если третья будет, девочка? Если третья, может быть, всякая жизнь не бывает. Ну, вот тут тогда, смотрите, вот, тогда вот можно будет, вот, допустим, вот где гостевая, это будет девочка, и у нее будет свой санузел. А вот это два мальчика, у них будет свой санузел, вот так. И вот это будет круто. А вот тут вот, я стыкую с террасой, делаем кабинет, где они будут на приставках играть, и будут выходить летом на эту террасу. Или зимой будут выходить, убирать снег. Нам снега не будет, там будет терраса, это теплая терраса будет. А, теплая, ну еще лучше, все То есть вот у них получится вот это Отличнейшее игровое пространство Вот такое вот Смотрите, есть, придется некоторые окна Перебить под мою планировку Не хотелось бы Придется, придется Исправлять ошибки, которые вы сделали Придется Хорошо, хорошо Извините Извините, нет, по главному фасаду Все остается, а там, где это необходимо Это надо сделать Так что вот я вас это Жестко говорю Сделайте, как и будет всем счастье Это не те проблемы Там вот, ну это вот, как сейчас Мне присылают дома, которые надо просто Нахрен снести У вас Нет, у вас все идеальная схема дома Идеальная схема Просто она неправильно начерчена Это обычный пятистенок И сейчас я вот его решил как пятистенок И все получилось очень хорошо Очень грамотно Смотрите, если вас все это устраивает Да Я могу посадить своего дизайнера Они вам сделают грамотную планировку Все грамотно расставят Вы знаете, это обычная история Мы обычно бываем вторые, третьи, четвертые, пятые Ну, потому что, ну, найти хорошего архитектора Это как найти хорошую жену Проблема с лестницей, мне так кажется А она в том же, монолитная Ну, все Ну, я надеюсь, которое вы сделали при входе в главный дом Если она открыли в монолите, то надо ее сносить Она в монолите, она монолитная Ну, значит, компрессор в руки и вперед Она не на месте А как ее менять не сможет? Сможете Она не на месте Я сейчас вот А перекрытие, что ли, вскрыто? Берете пилу и выпиливаете этот самый Вот такой диск Это выпиливается все Надо сделать правильно пятистенок Сейчас он сделан не там, лестница Сейчас вот вы все увидите Идеальная схема, понимаете? Вот по-другому делать нельзя Послушайте меня, сделайте Сделайте этот демонтаж, монтаж Ну, вот просто вот Чтобы все-таки не было потом Не кусать локти Потому что вам с этим жить Лучше сейчас там, понимаете? Потратить время, но Это не те деньги, ради которых стоят Вот Ну, понял И там я смотрю, ступени по 200 В проступе Это катастрофа Это вы переломаете себе все ноги Если она сделана именно так План то, что фантастика, понимаешь? Ну, блин, ну Кто им это дом изговнякал? Я не понимаю